Чемпионат мира Одним из фаворитов российского чемпионата уже который год становится Евгений Рылов. Всего он завоевал пять медалей, две золотых, одну серебряную и две бронзовых. Тот факт, что золото оказалось меньше, чем, например, на недавно прошедшем чемпионате мира на короткой воде, Евгений объясняет излишними эмоциями. Наверное, немножко неправильно подходил к этому, слишком где-то расстраивался, хотя, в принципе, был под нагрузкой и результат показал более-менее достойный. То есть под свои результаты как бы 100-200 основные свои дистанции я проплыл. Впрочем, стоит отметить и коллег Евгения по плаванию на спине, Григория Тарасевича и Климента Колесникова. Именно эта троица неизменно оказывалась на подиуме по итогам прохождения дистанции. И два раза Евгений становился чуть сильнее. Не будет преувеличением сказать, что сейчас весь мир следит за противостоянием Евгения Рылова, Климента Колесникова и Григория Тарасевича. Они признаны лучшими пловцами на спине в мире в этом сезоне. В других странах им равных просто нет. Это признают и тренеры, и эксперты, и спортивные чиновники. Вместе с Евгением представлять Ленинский район Московской области и всю Россию будет молодой пловец Иван Гирев. Он родом из Ярославля и не присутствует на сегодняшней тренировке. Тренер отпустил его повидаться с родителями. Но уже на следующей неделе он также вернется к тренировкам. Я доволен его результатами. Потенциал хороший. То есть он один из самых молодых спортсменов, который попал в основной состав сборной России на чемпионат мира. Естественно, все успехи наших спортсменов были бы невозможны без поддержки родных, близких и сотрудников «Дельфина». Волнение есть всегда. Абсолютно всегда. Потому что это плавание. И мы думали, вот, допустим, Ефимова. Она просто не может не взять золото. Так получилось. На коронном 200 метров. Поэтому ты всегда переживаешь, ты всегда нервничаешь, ты не спишь. Но я всегда уверена, что выиграет. Женя выиграет и Ваня должен выиграть. Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в городе Кванджу, Республике Корея, с 12 по 28 июля 2019 года. Максим Козлов, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ.